1 Иоанна, 2 глава, 17 стих звучит таким образом. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющую волю Божию пребывает во век». Знаете этот стих? Запомните его. Значит, мир проходит, и образ мира проходит, и всё, что связано, и всё, что в мире. То есть мир и всё, что в нём проходит. По-английски «passing away», то есть «fading away», «going away», всё «away». А в то же время тот, кто исполняет волю Божию, тот, кто исполняет то, что Богу угодно, он не проходит. «He's not going anywhere», он пребывает во век. Запомнили? Так. И следующее ещё место у нас есть, Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Он звучит следующим образом. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Ну, тут, в принципе, ничего истолковывать не нужно, тут ясно сказано. Значит, в Царство Небесное, то есть Царство Вечное, в Вечность войдёт не всякий, который там говорит Господь, Господь, а тот, кто исполняет… Опять речь идёт об исполнении воли Отца Небесного, об исполнении воли Божьей. Значит, там мы сказали, что пребывает вовек, речь идёт о Вечности. И здесь Царство Небесное тоже исполняющий волю. Значит, всё, что связано с волей, всё, что связано с исполнением воли Бога, всё, что связано с деяниями, которые угодны Богу, если ты угождаешь Богу, значит, ты тогда… Тогда ты можешь и должен надеяться на Вечность. Всё, что связано с волей Божьей, оно имеет непосредственное отношение к твоей Вечности. Поэтому я думаю, что вот эта тема, если не одна, не самая главная, то, пожалуй, одна из самых главных, потому что… А тема какая? Исполнение воли Божьей, исполнять воли Божьей, потому что, опять, исходя из того, что здесь мы прочли, исполнение воли Божьей непосредственно, непосредственно повлияет на то, где ты или где я будем проводить свою Внешность. Потому что… В Вечность. Потому что можно говорить Господь, Господь, Praise the Lord, Alleluia, но Он говорит, не всякий, говорящий Господи, не всякий войдёт в Царство, а тот, кто исполняет то, что Богу угодно. Может быть, Он не говорит Господь, 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 но Он исполняет то, что Богу угодно, и Он будет в Царстве Божьем. Поэтому нужно делать Богу угодное, нужно делать то, что Богу угодно, а не то, что нам кажется правильно или там нам кажется хорошо. Нужно делать, что Богу угодно, и всё. Чтобы угодить Богу, как минимум, человек должен знать, а что ему угодно. Потому что ты же не можешь угодить Ему, если ты не знаешь, что Богу угодно, а что Богу не угодно. Это же элементарная логика здесь. Поэтому и нужно… Вот это вот и есть – познавать волю Божью. Это значит познавать Бога. Познавать Бога на каждом шагу. Упознавай на каждом шагу Его. То есть познавай Его на каждом шагу. В притче, по-моему, в четвёртой главе я своими словами сказано, что вы познавали Бога я своими словами на каждом шагу. То есть это что Богу угодно. Вот я вчера сделал, что Богу угодно, а сегодня какой-то у меня новый период в жизни, новые какие-то обстоятельства. Как мне здесь поступить угодно Богу? Вот это вот, об этом речь идёт. И вот этим нужно заниматься. Откройте, пожалуйста, Миша, можно, пожалуйста, ещё послание к Ефесянам, пятую главу? Ефесяне, пятая глава. Скажем, с пятнадцатого стиха. Пару стихов. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Ещё раз. Значит, он говорит в пятнадцатом стихе. То есть он разделяет людей. Ну, речь идёт о верующих. А неверующих вообще тут речь не идёт. И речь идёт о неразумных и мудрых. Мы знаем эти две характеристики, мы их хорошо знаем из Матфея, 25 главы, где были девы, 10 дев, и были пять таких, и пять неразумных, пять мудрых. И мы знаем, чем это кончилось. Верующие все, потому что и там, и там был огонь. И вот он говорит, поступайте осторожно. В чём это заключается? Поступайте как мудрые, а не как неразумные. В чём заключается, в чём люди по-разному истолковывают этих пять мудрых, пять неразумных. Ну вот он говорит в шестнадцатом стихе. Он говорит, дорожите временем. Что такие мудрые делы из того контекста? Это те, которые дорожили временем. Почему? Потому что одни лукавы, одни обманчивы. А что нужно делать с временем? Что значит дорожить? И вот он дальше говорит, не будьте нерассудительны, не тратьте время напрасно. А с чем нужно заниматься? Вот он говорит, что нужно искать, какова есть воля Божья. Познавать – этим нужно заниматься. Потому что если мы говорим, что Богу угодить, тот, кто угодил Богу, исполнил его волю, он войдёт в царство, он пребывает вовек, его удел – вечность. Почему? Потому что он сделал Богу угодное. Так он для этого должен был узнать, что Богу угодно. А мы часто говорим, а я не знаю, что Богу угодно. Ну так вот нужно познавать, нужно искать, нужно на эту тему думать, нужно думать на эту тему. Нужно думать на эту тему. Искать. Ищите что угодно Богу. Ищите. И тот, кто ищет, тот находит. Вот в этом мудрость заключается. Вот и всё. Вот это мудрость верующего человека. Потому что не всякий, говорящий Господи, Господи, это и есть мудрый. Вот он говорит Господь, да, но он же говорит, что это ещё не показатель. Показатель, когда человек делает Богу угодное. И здесь видна его мудрость. Или не видна мудрость. Как он живёт, чем он занимается. На что он тратит свои дни. Дни-то лукавы. Не успеешь оглянуться уже 40 лет, 60 лет, 70 лет, 80, 90 или сколько там. А потом всё. Кончилось всё. А потом вечность. Ну и что? Хорошо, если ты поступал мудро. А как мудро? Мудро это вот так вот надо. В своей жизни. Этим нужно заниматься. Искать, что Богу угодно. Как искать? Вот на эту тему я бы хотел немного поговорить. Как познавать волю Божию? Тут тоже много не надо голову ломать, потому что Писание нам говорит конкретно, что нужно делать. И вот можете открыть очень известные слова, которые мы часто вспоминаем. Римляне 12 главу. Можете открыть. Первые два стиха. И вот он здесь объясняет конкретно, что и как, что нужно, чтобы найти волю Божию. Что нужно. И вот он говорит следующее, апостол. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Итак, из этих двух стихов тут есть два пункта. Прямо вот первый пункт – это первый стих, второй пункт – это второй стих. И все это, вот эти вот советы его, все эти указания, вот эти два, они преследуют только одну цель. Здесь только одна цель. Какая? Чтобы вам познавать. Видите второй стих? Чтобы вам познать, что есть воля Божья. Чтобы познать, что она есть благая, угодная. То есть, чтобы ты ее нашел, чтобы ты познал ее. Значит, первое, что нужно сделать. Самое первое, первый стих говорит, чтобы мы предоставили свои тела в жертву, живую, святую, благогодную Богу для разумного служения. Значит, первое, что нужно сделать – это нужно предоставить себя Богу. Когда он говорит о теле, в принципе, он говорит о всем человеке. Здесь апостол Павел рисует картину, берет вот эту мысль, когда Богу приносили в жертву животных. Там было их несколько жертв, пять в частности, скажем, жертвы всесожжения, когда всего животного, все тело, ну, в принципе, там и кровь выливали у жертвенника, то есть всего, все животное отдавали Богу в жертву. Их убивали и приносили в жертву. Здесь он говорит, что жертва должна быть живая, принесите в жертву живую, святую, то есть, ну, ясно, что никто не хочет тебя убивать, и никто не хочет, чтобы ты сам себя убивал, чтобы ты свою жизнь, чтобы твоя жизнь была посвящена Богу, чтобы своей жизнью ты угождал не себе, а чтобы ты свою жизнь принес в жертву, саму жизнь принес в жертву, чтобы ты не себе угождал. Это значит принести себя в жертву, отказаться от своих, ну, от своих целей, отказаться от своих желаний. Ради, не просто чего-то, не в результате депрессии я ничего не хочу, нет, я хочу, я все хочу, я живой, здоровый человек, но я отказываюсь ради, ради того, чтобы угодить Богу. Как Павел говорит, все, что было для меня преимуществом, я ради него от всего отказался, филиппийцы, третья глава. То есть, человек, в принципе, умер, духовным языком говоря, он умер для себя, и он приносит себя в жертву. Это жертва живая. И для чего он это делает? Он это делает, опять, с целью, цель – познать волю Божию. Потому что он хочет познать волю Божию, он хочет знать, что Богу угодно. Поэтому для того, чтобы узнать, что Богу угодно, он должен отказаться от того, что ему угодно. Он должен принести это в жертву. Поэтому, говорит, принесите себя в жертву. Если человек не, как один человек говорит, я, говорит, не люблю в жертву приносить. Речь идет не о деньгах, речь идет о том, что он не любит отказываться. Ну, хорошо, так в чем смысл тогда веры вообще твоей? Как строить отношения с Богом, если отношения с Богом строятся исключительно на наших жертвах ради Него? То есть отказываться от себя, отвергнуть себя. Павел говорит, опять я уже повторяюсь, ради чтобы найти Иисуса Христа, он от всего отказался, от того, что было для него каким-то достоинством, преимуществом. И вот в Римляне 6 глава, вот здесь он говорит следующее, Миша, можно 6 главу, с 12 стиха? Вот он говорит, 12 стих. «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте членов ваших грехов в орудие неправды, но предоставьте себя, то есть present yourself, по-английски представьте себя в жертву. Present yourself, по-английски представьте себя. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудии праведности. То есть представь себя, present yourself, отдай себя, дай себя. То есть что он здесь хочет сказать? Он хочет сказать здесь следующее, что до 6 главы, если так образно говоря, когда мы были в рабстве греха, то когда над человеком господствует грех, он не может угождать Богу. Почему? Потому что у него есть другой господин. Кто? У него господин есть? У него есть господин. Его похоть, его греховные желания, которым он угождает. Он говорит, я хочу их не делать, но я не могу с этим справиться. Я их делаю. Почему? Потому что это сильнее меня. То есть над ним есть... грех имеет над ним власть. И он делает, исполняет желание похоти своей. То есть он... вот так вот он живет по своим плотским... Мы были мертвы в своих грехах и преступлениях, живя по плотским похотям, плотским желаниям своим. То есть в таком состоянии, в таком состоянии человек не может не то что исполнить волю Божию, он даже не может ее понять. Почему? Потому что у него мысли заняты чем? Он мысли заняты самим собой. Он живет для себя. Он думает, как себе угодить. Он хочет вот это, он хочет то. А то, что хочет Бог, это у него, в принципе, не в голове. Он, может быть, говорит, Господи, Господи, но это... вы же видите, что это не имеет никакого значения. Он не в состоянии угодить Богу. Period. Почему? Потому что над ним он не свободен. Над ним есть грех, который... Поэтому он говорит, теперь, когда вы умерли, смертью Иисуса Христа, для греха, то теперь вы свободны. Теперь вы свободны. А теперь, как свободны, как свободны, представьте себя, отдайте сами себя в жертву. То есть откажитесь, пожертвуйте. Ну, мы жертвуем там, я не знаю, деньгами можем жертвовать, может быть, какими-то вещами можем пожертвовать. А тут, говорит, пожертвуй своими желаниями. Откажись не то, что ты хочешь, а откажись от того, что ты хочешь, ради того, что он хочет. Вот это принести в жертву, не только материальные жертвы, а это жертва духовная называется, понимаете. Вот такие жертвы нужны Богу. Вот такие жертвы нужны Богу. Потому что можно Богу приносить такие материальные жертвы, как он там в другом месте сказано. Сердце же их далеко отстоит от меня. То есть Петр говорит, что я на этом камне построю храм духовный, где будут приноситься духовные жертвы Богу Иисусом Христом. То есть духовные, нужно отказаться от этих своих вещей, принести себя в живую жертву, себя, не какие-то вещи свои, которых, может быть, у тебя настолько много, что ты от излишка можешь дать, как там сказано. А Богу нужен ты, а не то, что твое. И вот этой жертвой он ждет от человека. Поэтому он говорит, что прежде всего представьте себя, представьте тела свои в жертву для разумного служения. И тело нужно посвятить Богу. В другом месте сказано, в Коринфянам, что там место было, что у вас, говорит, есть такой блуд, который даже не слышно у язычников или у кого-то мирских. Блуд был в церкви. Так он говорит, что тело не для блуда. Это 1 Коринфянам 6 глава. А тело для Господа, помните? И что? И Господь для тела. То есть нужно предоставить тело свое. Потому что тело – это для Господа, где Бог будет пребывать своим духом. Таким образом, тело, вера человека становится, как храм, в котором Бог. То есть предоставить. Present yourself. Present your body. For the reasonable service. Для разумного служения. То есть посвяти. Ну, например, как, скажем, у человека, вот у меня есть костюм. Два костюма. Нет, ну у меня есть одежда, скажем, такая обыденная. Обыденная одежда. А есть одежда, скажем, такая вечерняя. Ну, у меня, правда, такой нет. Ну, допустим, вот у женщины есть платье обыденное, а есть платье вечернее, в котором она ходит там куда-нибудь. В театр, whatever. Что это значит? Это значит, что вот этот наряд, он посвящен для этого дела, а вот этот наряд, он отделен, он посвящен для этой функции. Он выходной, он вечерний, это нарядный. Она не оденет это платье, чтобы пойти там в овощной магазин, например. Понимаете? То есть, она presented this dress for special occasion. То есть, special. Отделен. Вот это платье или этот костюм отделен, освящен для этого. Так и здесь. Тело нужно отделить от этого для этого. Понимаете? Вот как у вас одна вещь для этого, другая вещь для этого. То же самое и здесь. Только это нужно сделать не с нарядом, не с каким-нибудь предметом, а это нужно сделать с собой. Это нужно делать с собой, с телом своим. Чтобы тело было местом, где исключительно оно не для блуда. Не для блуда. Потому что совокупляющийся с блудницей, он становится одно тело с блудницей. И он забирает член у Бога, забирает член у Иисуса. Ну, это написано в Каринфина. Понимаете? То есть, это не Бог делает. Это не Бог делает. И Бог это не будет делать. Он это не сделает. Это делает человек. Поэтому, говорит, отдайте, present yourself к себе. Свои члены посвятите. Это не Бог делает. Потому что люди думают, что это Бог сделает. Но он это не делает. Он ждет, когда это ты, когда это я сделаю. И вот только тогда, когда человек это сделает, он готов для разумного служения. For reasonable service. Он готов дальше искать волю Божию. Он может что-то услышать. Он может что-то открыться ему. Потому что в противном случае, если он обременен, если он, можно сказать, загружен, если у него мысли загружены своими делами, своими целями, своими именно желаниями, то желание Божие там, оно как бы не пробьется туда. Там настолько все сокрыто, что не пробьется желание Божие. Голос Божий – это же как веяние тихого ветра. Оно просто не пройдет туда. Поэтому нужно снять это все с себя. Это первое. Второе, что он говорит, это римляне 2 глава, 12 глава, можно, пожалуйста, опять 12 глава римляне. Он говорит, не сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением. Не сообразоваться. По-английски там в одной из версий сказано, что не копируйте, не копируйте образ жизни мира. То есть не подражайте тому, как живет мир, говоря простым языком. Ну, это сложно. Это сложно, потому что верующие люди приходят к Богу, и они продолжают. У них меняются привычки. Там человек бросает курить, уже больше не выпивает, перестает смотреть какие-то телевизионные передачи. Может быть, меняет какой-то круг общения. Но это все внешнее. Это все внешнее. Это хорошо, но это все внешнее. Но самое главное, что у него не меняется жизненная философия. У него не меняется жизненное мировоззрение. Вот это самое главное. И в принципе он остается плотским верующим. Он никогда не приходит to the point, когда у него он приобретает ум Христов. Поэтому он говорит здесь, что это преобразование происходит как? Не то, что ты там бросил курить или что-то. Это ладно. Но это происходит новым мышлением. Должно быть новое мышление. То есть нужно мыслить по-новому. Ну, и вот это сложно. Почему? Потому что это внутренний процесс, он не происходит сразу. Потому что мы выросли в этом мире. Мы продукт этого мира, мы воспитаны. Мы продукт философии этого мира, этого мировоззрения, этих понятий, понятий смысла, в чем смысл, ценностей, что красиво, что некрасиво, что важно, что не важно, что ценно, что не ценно. Это мир нас вложил, мы это вскормлены на этом, и это that's who we are. И когда мы пришли к Богу, мы, в принципе, вошли на территорию Его царства, где совершенно другие понятия, что важно, что не важно, что смысл, где смысл есть по мирским понятиям, то совершенная глупость штует в глазах Бога, понимаете. Что ценно в глазах мира, то совершенная пустота в глазах Божьих. Поэтому Павел говорит, что было ценно для меня, что было приобретением, я почитаю это теперь за ссор, это мусор теперь. Вот такое, вот это вот обновление ума, как было вот у него, ну так это ж такой человек, понимаете, на него надо смотреть, на него надо учиться. А в основном, к сожалению, в основном годы идут, десятилетия идут, а что было важно, в чем смысл, часто не видно серьезных изменений. Вот, и это плохо. Почему плохо? Потому что, опять, это для чего нужно? Это для того, это все нужно для чего? С какой целью? Чтобы познавать, что есть воля Божья? Потому что с тем умом, с моим мирским умом, да, я верующий, да, я говорю, Господи, Господи, но для меня важны те вещи, которые для Бога не важны. Для меня ценно то, что для Бога, в принципе, не ценно. И Бог пытается мне, Он же мне не прячет, поймите, что Бог не прячет от меня свою волю, но по каким-то причинам я ее не могу понять. Почему? Он что, так ее спрятал? Нет, Он вообще не прячет ее, Он мне постоянно как-то говорит ее, так или иначе. Но я не могу уловить это. Почему? Да потому что у меня работает ум по-другому. Он работает, то, что для Бога важно, я в этом не вижу смысла. А что для меня важно, то Он говорит, это вообще пустота. И вот мы вот так вот на разных частотах, и мы не воспринимаем, я его не воспринимаю. Там же сказано, что нужно духовное соображать с духовным. А Он мне посылает духовное, а я пытаюсь духовное поймать мирским. И я не могу понять. Я говорю, Господь, ну открой мне свою волю Божию. Он говорит, ну я и не прячу ее от Тебя. Надо понять, что ценности этого мира, они противоположны. Они противоположны ценностям этого Бога. Почему так? Я вам объясню, почему. Потому что все, что связано с этим миром, это все временно, и это все скоротечно. Бог постоянно говорит, что это все временно здесь. Он много раз говорит об этом Писании. Он постоянно говорит, что мир этот проходит. Мы бы прочли, что мир проходит, и образ мира сего проходит. Проходит образ мира сего, Павел говорит, в другом месте. И поэтому Он говорит, не сильно здесь занимайтесь этим делом, не увлекайтесь этим делом. Наоборот, Он говорит, выйдите из этого мира. Почему? Потому что мир, он погибает, он проходит. Passing away. Это временно. Понимаете, мир – это временное понятие. Мир – это вообще временная категория какая-то. Стало быть, и ценности его тоже временные. То, что ценно сейчас, то не будет ценно потом. Когда мир уйдет, то и ценности его уйдут. Так зачем же вкладывать? Зачем же строить на том, что того, чего не будет? А ценности Божьего Царства, они вечны. Почему? Потому что само Царство вечно. Потому что это место, где пребывает Бог. Мир – это временное. Мир – это вообще временное положение. Это реальность, но это временная реальность. Ее не будет. Поэтому, если человека, скажем, если человека не интересует, что будет в вечности, если человека, например, не интересует жизнь вечная, или он не верит мне, скажем, я про верующего говорю, потому что разные есть. Есть, которые не верят в воскресенье. Если человека не интересует вечность, если человека не интересует жизнь после смерти, то его интересуют ценности этого мира. Поймите, что ценности этого мира, они интересны, знаете, кому? Тем людям, для которых нет ничего другого. Которые не верят в другой мир, которые не верят в вечность. Поэтому они сосредоточены на этом мире. Поэтому они сосредоточены на этих ценностях мирских. И сюда они вкладывают их Бог-чрево. Они мыслят о земном. Я не говорю, что эти ценности плохие, а те хорошие. Я их вообще, ценности эти не критикую. Я не говорю, что правильно, что неправильно. Что я говорю, я говорю, что вот это временно, а это вечно. Это то, что Библия говорит. Не то, что я просто повторяю. Но не все в это верят. И те, которые не верят в вечность, они сосредоточены в этом мире. Запомните это. Единственная причина, по которой человек, можно так сказать, сосредоточен на этом мире и на все, что связано с этим миром, это только по одной причине. Что он слово о вечности, обетование о вечности, о Царстве Небесном, он не воспринимает всерьез. Он просто не воспринимает это всерьез. Вы с таким человеком никогда не найдете общий язык. Он золотой человек, он говорит, Господи, Господи, whatever. Вы никогда с ним не найдете общий язык. Если вы ждете вечность, то вы никогда не найдете. Он будет говорить про Иисуса Христа. Но если у него к вечности не библейское отношение, не такое, как у тебя, то ты никогда с ним не найдешь общий язык. Вопрос вечности он разделяет. Вопрос воскресения он разделяет людей. Как фарисеи верили, а саддукеи не верили. Поэтому они вроде бы вместе одно все. Одна страна, одна культура, одна вера, один Бог. Но одни говорят, что нет воскресения, другие верят в воскресение. И они были разделены. Отношение к вечности и отношение к воскресению. Вот это ключевой вопрос. Именно этот вопрос определяет, верующий человек или нет. Это мое мнение, если хотите. Потому что многие говорят, Господи, Господи. Многие говорят, Господи, Господи. Но он говорит, ну и что? Ну ты не войдешь. Почему? Потому что ты не делаешь то, что нужно делать. Но если человек верит в вечность, и он ожидает этого, и он действительно looking forward, то он туда вкладывает, то он в небо вкладывает. Да, это верующий человек. Он не будет заниматься мирскими вещами. Он не будет. Он будет угождать Бога. У него работают мысли по-другому. У него работа ума по-другому. Это духовное мышление. С таким умом у тебя намного больше шансов понять, что угодно Богу. С таким умом у тебя намного больше шансов познать и узнать, какова есть воля Божия. А с мирским умом нет. Да, Господь может откроет, тебе даст сон, или проговорит через кого-то. Да, но окей, ну и что? Ну сейчас ты ее сделаешь, но потом в следующем этапе в своей жизни ты опять будешь ждать, когда тебе что-то приснится. Это же не отношение. Это же не отношение. Сны бывает даже вон, Бог Фараону тоже сны давал. Или там на выходоносы. Это же... Ты не можешь строить отношения на снах. Надо искать Бога. Поэтому разные ценности. Христос сказал, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. И что высоко у Бога, то глупость у людей. С таким умом, конечно, нельзя ничего. Поэтому нужно менять это. Нужно менять, обновлять мышление. Это речь идет не о том, какому-нибудь преступнику, или какой-нибудь там вор, который постоянно там преступник какой-то. Вот крал, а теперь не кради. Нет. Ну это ясно, это и так понятно. Речь идет о мировоззрении. Речь идет о ценностях. Я попытаюсь пояснить, что я хочу сказать. Мир учит. Когда человек рождается в этот мир, он растет, потом он становится юношей и так далее. Начинает учиться, идет, вступает в жизнь. То мир дает ему определенный какой-то... какой-то... паттерн какой-то. Какой-то... рисует картину. Картина как дорогу, по которой он может и должен прийти к успеху. Понимаете? Ведь если вы вдумаетесь, и вы посмотрите на себя, и посмотрите на окружающих людей, и вообще на жизнь, то вы увидите, что все наши усилия, они направлены только в одну сторону. Быть успешным. Успех. Мы все хотим успех. Успех. Вот так нужно жить. Вот так нужно... Вот нужно учиться, нужно идти в этот калыч, на эту специальность, на эту нет. Почему? Потому что маленький спрос. Это никому не нужно, ты ничего не достигнешь. В основном, в основном все мысли и все стремления, все усилия с целью быть успешным. Успех. Успех. Вот должна быть вот такая работа. Вот такой какой-то стереотип рисует тебе мир. Общество рисует, дает тебе стереотип. Вот работа, там, семья, там, какие-то стандарты, вот такое положение, вот такие вот вещи. Понимаете? И вот это мы говорим, и потом говорят, ну, в принципе, да, вот он успешный, да, или она успешная, вот он достиг, или там успешный. Успех в обществе, вот карьера, вот рост, семья, то есть, понимаете, вот, период, успешный, печать, получил печать успешный, сдал зачет. И потом человек становится верующий, может быть, он и был верующий. С этим умом он приходит, Бог говорит, Господь, благослови меня вот это, вот это, вот это, потому что я хочу быть успешным и в этом, и работа, и семья. А это плохо? Нет, это неплохо. Мало того, что у него есть определенные вот такие вот какие-то patterns, от которых он не собирается отказываться, потому что это его понятие успеха, и в этом смысл жизни. Он еще Бога просит, чтобы Бог благословил его цели, вот эти вот, которые назначил для него, кто? Мир, понимаете? Это мирские цели. Ведь по мирским понятиям Еремия же не был успешным. Уже был, в принципе, несчастный человек. А что вы назовете Иоанна Крестителя, жизнь успешной? А посмотрите на апостола Павла. А посмотрите на Иисуса Христа. Он говорит, лисы имеют норы, а сын человеческий, он даже не имеет места, где голову преклонить. Это что, успех в обществе? Ну, не будем трогать Иисуса Христа. Посмотрите на апостола Павла. Посмотрите вообще на тысячи других облако-свидетелей, которые в жизни здесь ничего не получили из обещанного, которые скитались по пещерам, и так далее. Там написано это, вы знаете. «Ну и что? И что тебе эта вера дала? И посмотри, в каком ты состоянии? Тебя... Ну и... Так а что ты достиг? Я без Бога у меня, я живу в десять раз лучше, чем ты. Понимаете? То есть перспектив другое. Ты ему говоришь, да, но речь идет об этом, и он говорит, ну это... Это мы потом поговорим. Как они говорили, о воскресенье мы поговорим в следующий раз. Другое мировоззрение, понимаете? То есть люди совершенно... У нас голова работает так, а у них вот так, понимаете? Ты не можешь найти с ними общий язык. Ученики, его ученики не понимали его, которые ходили с ним, не просто ходили к нему на проповедь слушать там раз в неделю. Они с ним жили. Они были с ним 24 часа в сутки. Они не понимали. Он им постоянно говорил, что сейчас будет то и то. Они не понимали. Почему? Потому что у них мысли были заняты чем? Успехом. Пришел Мессия, поверили, что Мессия. Сейчас он сделает царство. А мы при нем. А мы при нем. Вот у нас в обществе будет. Вот мы. А он говорит... А тут он одним... А он говорит такие вещи, что я буду сейчас распят. Потом воскресно. Ну, я буду распят. Так... Так, а для чего ты приходил тогда? Чтоб тебя распяли? Так, а где царство? А для чего ты пришел? Ну, ты там, правда, сказал, исцелил многих людей. Интересные вещи рассказываешь. А потом тебя убили. Так вот стопой. Да и потом... Мы оставили все. Пошли за тобой. И ничего у нас нет сейчас. И это мы оставили. И тут мы ничего не получили. То есть, понимаете, у них мысли заняты. Работают мысли так. Работают мысли. А он им говорит такое. Он им открытый текст. Он не прячет ничего. Он ничего не прячет. И они ничего не понимают. Почему? Потому что мысли работают совершенно в другую сторону. Я часто упоминаю это. Поэтому он говорит. Нужно обновление. Нужно перестать мыслить по-мирски. Чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Смотрите. Труды праведного к жизни. «Успех нечестивого ко греху». Видите? 16 стих. «Успех нечестивого ко греху». То есть, не всякий успех – это успех. Ну, например, если верующие люди, служители, которые... У них понятие успеха, они в служении. Они трудятся для Бога. И у них по-прежнему доминирует в их мышлении стремление, желание успеха. И вот, скажем, один из стихов говорит, что они благочестивы. Они благочестивы. Но у них благочестие, опять-таки, для успеха. Для чего? Для прибытка. Что такое прибытка? Ну, прибыток – это когда много, там, чего-то там много получается, приходит, там, it's coming. И это потому, что я хорошо себя веду. То есть, это вот... Понимаете? Благочестие для прибытка, для успеха. И такой человек может быть во главе какого-нибудь церкви. То есть, это же чисто мирское мировоззрение. Если такой человеку, такому человеку трудно понять, такой человек трудно воспринимает слово о смерти. Да, но он верит, что Иисус Христос умер. Но он не воспринимает это слово, что ты тоже должен со-умереть вместе с ним. Он не понимает это. Он это не поймет. Он может это говорить, но он не поймет это. Он скажет, а почему? Да потому, что ты крестился в него. А когда ты крестился в него, ты что, не знаешь? Сказано, что ты крестился в смерть его. Для чего? Чтобы умереть к своим вот этим вот мыслям, целям, успешным, которые, скажем, где-нибудь там в бизнесе, а даже в церкви. Нужно принести себя в жертву. То есть, отказаться от этого. Принести себя в жертву. Умереть к этому. Конечно, с таким умом человек не в состоянии будет понять волю Божьей, потому что Бог посылает человека. Бог посылает языки Иля, пророка, или Иеремию. Тяжелое служение очень. Он посылает его. Там его ждут. Или тот же апостол Павел. Я покажу, сколько должен пострадать за имя мое. Или претерпеть за имя мое. Я не помню. Да, но если я пришел к Богу ради успеха, так почему я должен страдать? Почему я должен терпеть? И Господь меня посылает, а я не слышу, куда он меня... Я не понимаю, что он хочет от меня. Почему? Потому что у меня другие... У меня другая работа в ума. Это должно принести благословение. Должен прийти успех в мою жизнь. Успех в мое служение. Да, но успех, то, что Бог называет успехом, это не есть успех, то, что мы называем. И то, что, вернее, мы называем успехом, это в глазах Бога не есть успех. Но и был успешен по Божьим понятиям, но в глазах человека получается, что не очень, потому что... Или тот же Иоанн Креститель. Ученики его ушли за... Даже Иисус Христос, в принципе, остался один. Понимаете? Поэтому вы на эту тему думайте, римляне. 12 глава 1, 2 стиха. Анализируйте, вникайте в себя, вникайте в Писание. Вот в Писание мы чуть-чуть вникнули, теперь нужно вникнуть в себя. Что на себя вникнуть? Какие у тебя... Вот чем ты живешь? Что ты хочешь? Какие у тебя цели? Какие у тебя желания? Слышишь ли ты волю Божью? Слышишь ли ты, что Бог тебе говорит? Какова она? Нажистую. Что Бог хочет от тебя сейчас, вот в этот период твоей жизни, вот в этих обстоятельствах, в которых ты сейчас находишься? У тебя, может быть, нелегкие обстоятельства. Да, но они соркестрированы Богом, что здесь нужно найти Его. Бог же стоит за всем, что происходит. Это не значит, что Он это делает, но Он как-то все это дирижирует как-то этим. И нужно познавать Его на каждом шагу жизни своей. А для этого нужно принести себя в жертву. И нужно не совокупляться, не копировать мирское мировоззрение, которое мы, в принципе, и так уже имеем от рождения. А нужно отказываться от него, преобразовываться не внешними какими-то вещами, внешне-то само собой, а преобразовываться новыми мыслями, новыми целями, обновлением ума. Чтобы познавать, что есть воля Божия на жизнь твою.